здравствуйте мои дорогие подписчики и гости канала делюсь позитивом я снова с вами и спешу выполнить вашу просьбу тема серьезная речь пойдет о том как мы строили свою баню нам очень нравится удобная планировка бани устраивать ее вместимость а как легко в ней дышится делюсь нашим опытом в далеком 1994 году мы купили сруб и начали строить баню по моему проекту на основе литературы конечно мною проштудированной в те времена старший сын был студентом и жил в другом городе поэтому мне пришлось поучаствовать в строительстве в качестве прораба сауна и мощное отделение было расположено срубе снаружи только предбанник небольшого размера отделка внутри скромная до предела расположение бани на участке было определено в соответствии с нашими желаниями быть в отдалении от ворот и соседского дома чтобы возле бани можно было отдыхать никому не мешая и чтобы нам никто не мешал мы с удовольствием парились но была проблема у нас всегда много друзей и часто на даче собиралась по 12 человек на ночевку с посещением бани не устраивала площадь парной да пора было обновить отделку позже когда сын вернулся получив диплом у него появилась возможность и желание баню перестроить в соответствии со своим проектом видения и с прямым непосредственным его участием это было весной 2006 года в срубе убрали старую печку пол перегородки и естественно увеличилась площадь парной пристрой к срубу удалили вместо него появилась новое большее по площади каркасное сооружение в котором разместилась душевая и предбанник парная и предбанник рассчитаны на комфортное пребывание 6 человек в парной одновременно могут лежать три человека это очень удобно максимально в парной могут поместиться и девять и одиннадцать человек наш банный комплекс входит парилка предбанник душевая бассейн и летняя столовая по тентам и конечно немаловажно чтобы вокруг был красивый панша ну а теперь поговорим о строительстве срубовой пани выбор и закладка фундамента 1994 год фундаменты бывают разные но мы для сруба и пристроя использовали бетонный столбчатый фундамент он идеально подходит для бани и удобно монтировать канализацию для столбиков копали ямы армировали прутом и заливали бетоном марки м 350 дистанция между двумя соседними фундаментными столбами должна быть не более двух метров потому по каждой стороне сруба у нас вышла по три столба стал бы для фундамента квадратной формы со стороной 380 миллиметров если грунтовые воды глубоко как у нас то заглубиться в землю достаточно на 40 50 сантиметров но обязательно на утрамбованную песчаную подушку в 20 сантиметров и обязательно между фундаментом и сооружением проложить гидроизоляцию мы использовали два слоя руперойта прежде чем начинать складывать сруб проложили систему канализации для отвода сточной воды из помещений парной и душевой взяли канализационные трубы из пластика металлические трубы быстро проржавеют яму для дренажного колодца выкопали на расстоянии 1 и 2 десятых метра от фундамента бани то есть не ближе метра должно быть колодец может быть из бетонных колец автомобильных шин или как у нас из бочки на 200 литров с крышкой но без дна яма должна быть глубже бочки на 30-40 сантиметров и шире на 10 сантиметров пространство заполняем щебнем крупной фракцией такой тип дренажного колодца для нас возможен водоносный слой у нас глубоко а если он не глубоко то необходимо устраивать септик или герметичную сливную яму колодцу подведена труба уложенная под уклоном если вы предполагаете пользоваться трапами зимой то трубы и колодец необходимо укладывать ниже глубины промерзания мы душем зимой не пользуемся как мы складывались сруб первый шаг это конечно укладка на фундамент окладного венца чтобы он прочно держался на фундаменте нижнюю часть спиливают чтобы бревно получила ровную грань это позволит плотно установить его на столбчатое основание нижний венец конструкции обязательно должен быть обработан антибактериальным составом поскольку он будет располагаться ниже уровня полов помещения лаги были врублены в бревна сруба что допускается при наших размерах бани лаги были выполнены из соснового бруса на прокладке из рубероида а полости заполнены утеплителем у нас лаги в бане сечением 5 на 10 сантиметров с расстоянием между ними 50 сантиметров на которой впоследствии будет укладываться пол сруб был куплен и бревна были уже с готовыми выемками чашами и пронумерованы поэтому стены сруба возводились быстро бревна такого размера скреплять между собой нагелями не обязательно высота парной у нас получилось 1 и 9 десятых метров немного но такой был сруб для сауны это нормально легче прогревать то и печь можно подобрать поменьше когда сруб собран его предварительно обрабатывают антисептиком и на долгое время не менее полугода оставляют до полного высыхания древесин и завершение процесса усадки следующий этап строительства это устройство стропильной конструкции крыши на последний венец устанавливались стропила с нижней затяжкой которая будет служить потолочной палкой стропила могут собираться в готовые фермы на земле или сразу на месте затем на них крепится брешетка на нее рубероид внахлёст и кровельный материал выбор окончательной конструкции крыши будет зависеть от выбранного вами кровельного покрытия следующий этап зашить фронтон и подшить карнизы щели сруба мы проконопатили паклей можно мхом дверь парную установили невысокую 150 сантиметров и с высоким порогом до 30 сантиметров чтобы тепло и пар не уходили при открытии пар всегда находится вверху дверь должна открываться в сторону выхода и иметь ручки из дерева окно как и должно быть тоже небольшого размера среднем 50 на 70 и врезано невысоко достаточно чтобы через него можно было выглянуть наружу сидящему на пологе коробки окон и дверей в срубе не прибиваются к бревнам а сажаются в специальной пазы так как бревна будут со временем давать усадку ну конечно сын поменял и окно и дверь их можно заказать а можно сделать самим здесь ему помог отец приехавший в отпуск он же сделал резные наличники и резную планку а сейчас и конструкции пола внизу между лагами сделан черновой пол на который укладывается пленка для гидроизоляции и все пространство между лагами заполняется утеплителем сверху также закрывается пленкой прикручиваются плоские асбоцементные листы толщиной 10 миллиметров и заливается бетонной стяжкой толщиной 50 60 миллиметров с уклонами к трапам утеплять пол нужно в обязательном порядке иначе бане будет холодно и очень неуютно после высыхания бетонной стяжки можно укладывать не скользкую напольную плитку с установкой сливного трапа он вровень с поверхностью пола и не портит внешний вид но у нас правда воды в сауне нет сливное отверстие используется только при уборке моемся в душевой важно выбрать какую печку вы хотели бы иметь можно купить можно выложить из кирпича но такая печка будет долго нагревать баню и занимать больше места наша печь называется русь 12 от компании теплодар ее особенность большое количество камней для такого размера 60 килограмм что позволяет с комфортом пользоваться вениками размер печки бывает разный в паспорте печки пишут минимальное и максимальное количество кубометров парной так как туннель печки должен пройти через сруб в предбанник делаем в срубе проем размером минимум по 25 сантиметров справа и слева от печки и 50 сантиметров выше печки и в нем выкладываем перегородку из негорючих материалов мы сделали из кирпича и следующий важный момент продумать проход трубы от печки через деревянное перекрытие потолка и кровлю мы купили специальный проход через перекрытие из оцинкованной стали и нержавейки и пространство внутри которого заполняется негорючим утеплителем базальтовой ватой выше идет труба сэндвич с уже встроенным утеплителем между двух стенок трубы снаружи труба закрыта защитным зонтиком деревянная стена сруба что выше кирпичной кладки защищена листом из нержавейки с прослойка из базальтового картона базальтовый картон проложены на потолке за листом из нержавейки у трубы но здесь надо помнить что труба не должна проходить ближе чем на 150 миллиметров от кровельной обрешетки и стропил противопожарной нормы перед топкой печи должен быть негорючий материал у нас плитка ну вот печку установили заполняем бак камнями они должны быть крупными не менее десяти сантиметров в диаметре округлыми или гладкими из вулканических пород следующий этап вентиляция очень важный момент в строительстве парной она нужна для правильной работы печи для доступа свежего воздуха для проветривания помещения чтобы не образовывалась плесень и грибок в инструкциях печи написано какое должно быть сечение вентиляционного канала для конкретной модели входное отверстие должно располагаться около печки в полу или стене у нас воздух поступает в щель под дверью около печки и частично в щелях около туннеля а выходное отверстие должно быть на противоположной стене и не очень высоко чтобы самый горячий воздух и пар оставался в парной он вверху у нас выходное отверстие под верхним полком вытяжное окно оснащено задвижкой с решеткой но она всегда открыто она выходит в короб который врезан в суп важно воздух должен входить в парную и выходить из нее в одном и том же помещении чтобы не было разницы в температурах на входе и на выходе иначе вентиляция работать не будет соответственно у нас воздух из предбанника втягивается печкой конвекционными потоками нагревается дальше идет под потолок и потом опускается вниз и через вытяжное отверстие под полком по встроенному в стену каналу и далее в утепленном канале на чердаке возвращается через потолочные диффузоры в предбанник предбанника теплого воздуха зимой нагревается но сейчас о том как устроены стены и потолок в парной на стены сруба установлена обрешетка из вертикальных брусков 40 на 50 миллиметров по уровню и обшита пергамином в качестве гидроизоляции тем самым образуется вертикальные каналы для проветривания стен сруба воздух из подпольного пространства проходит вдоль стен и дальше через обшивку свесов кровли на улицу сверху пергамина накручиваем обрешетку из горизонтальных брусков того же размера между которыми укладываем утеплитель 50 миллиметров но если бы стены были из кирпича или блоков утеплитель нужен уже 100 миллиметров ну и соответствующие потолшине бруски бруски устанавливаем строго по уровню сверху утеплителя прибиваем пароизоляцию из алюминиевой фольги из-за высоких температур можно применять только ее все стыки проклеиваем самоклеющимся алюминиевым скотчем ну и наконец поверх фольги набиваем шпунтованную вагонку из лиственных деревьев хорошо просушенную и крепим к обрешетке специальными потайными плямерами потолке пирог такой же только утеплитель 100 миллиметров и сверху уложен пол на чердаке там где у стен будут полки можно устроить стык вагонке все равно будет не видно и можно на этом хорошо сэкономить полки изготовлены из готовых закругленных липовых брусков 27 на 90 миллиметров что очень удобно все крепления сделаны на уголке с обратной стороны при выборе материала для создания полков обратите внимание на липу тополи или осину без стучков а то нужно обжечься мы для всей отделки в парной использовали липу класса а минимальная длина полков 180 сантиметров ширина от 50 до 80 сантиметров дистанция между этажами двухрядных полков должна составить 40 сантиметров как у нас минимальная дистанция от второго ряда до потолочного покрытия 110 сантиметров все дерево в парной обработано специальным бесцветным покрытием для саун фирмы текурила остальные помещения обычными алкидными лаками пропитками внутри помещений бесцветный а снаружи цвета тик осталось повесить вешалки из дерева для банных принадлежностей светильники должны быть специальными влага и термо стойкими красиво смотрятся абажуры из деревянных рек термометр с барометром песочные часы и абажуры светильников запарник для веников с отделкой из дерева все эти атрибуты бы они поддерживают общий стиль парной и всего банного комплекса в целом ставим ведерко для горячей воды и масел с ковшиком чтобы поливать на каменку парная готова кстати говоря мы сначала греемся в сухой сауне без пара с температурой 90-100 градусов а когда температура в сауне понизится градусов до 70 можно плеснуть на каменку подать парку и париться вениками но тогда у нас сауна превращается в парной каркасном пристрой расположены два помещения предбанник и моечная душевая пространство между внутренней и внешней облицовкой каркаса а также запотолочное пространство заполнено утеплителем защитной пленкой изнутри в качестве пароизоляции а с наружной стороны в качестве гидроизоляции и ветрозащиты обшивка стен пристроя пристрой снаружи и изнутри обшит вагонкой блокхаус она создает имитацию сруба потолок предбанники из обычной сосновой вагонки от обязательное дополнение предбанника скамейки и стол из дерева вешалки для полотенец и банных шапочек а вот в душевой где повышенная влажность потолок и стены из пластиковой вагонки под дерево пол душевой тоже выложен напольной не скользкой плиткой полу душевой установлено сливное отверстие установлен смеситель с душевой сеткой и подачей горячей и холодной воды вода подается из двух бочек 65 литров для горячей воды и 80 литров для холодной они установлены с внешней стороны бани горячая вода поступает из бочки с водонагревателем душевой есть полочка для тазика на стенах вешалки для одежды и полотенец душевая разделяется от участка для стирки и предбанника занавесками нельзя не сказать об особенностях электрики в ванном комплексе к этому должен быть серьезный подход в бане у нас протянута самостоятельная линия для подачи электроэнергии самым простым способом по воздуху воздушка для воздушки потребуется специальный кабель поддержку нашему специальному кабель протянут стальной тросик потому что по нему подтянулась виноградная лоза светильники для парной у нас специальные выдерживающие высокие температуры и влажность никаких энергосберегающих и светодиодных ламп только старые добрые лампочки лича все соединения внутренней разводки кабеля выполнены на клеммнике и никаких скруток и совет купите в щиту зона 30 миллиампер если есть заземление конечно все распаечные коробки розетки выключатели выполнены только наружной установки и только предбанники не в сауне и не в душевой вся внутренняя проводка бани выполнена только в негорючем гофрошланге как и должно быть проход кабеля через перегородки только через стальную трубу здесь спешить нельзя сами понимаете деревянной конструкции да еще и печка ну вот мы и закончили реконструкцию своей бани нам очень нравится все что получилось и не только аккуратная свежая отделка стен полков но как легко в ней дышится вентиляция работает и это большое дело прогревается быстро это всегда важно особенно когда приезжаешь зимой на один день без ночевки нравятся даже такие мелочи как полка бар она подвешивается над столом так удобно фужеры кружки не занимают места на столе и всегда под рукой берите на заметку ну и конечно не могу промолчать что прекрасным дополнением к нашему банному комплексу служит бассейн да хлопотно и затратно но покрывает расходы за счет массы удовольствий зимой и летом цель этого фильма не учить вас строить баню здесь нет подробной инструкции обратить ваше внимание на особенности строительства показать основные этапы строительства бани какие-то наши идеи может кому-то пригодится наш опыт на моем канале есть и другие фильмы из серии своими руками бассейн альпинари ракари и другие смотрите пишите комментарии задавайте вопросы на этом я прощаюсь с вами мои дорогие зрители до нового видеоролика а